Техническое описание кодов неисправностей OBD2, цепь датчика температуры выхлопных газов, высокая цепь 1 датчик 2, что это означает? Это общий код трансмиссии, который означает, что он охватывает все марки, модели, выпущенные в 1996 году, тем не менее, конкретные шаги по устранению неполадок будут зависеть от автомобиля, этот диагностический код неисправности, DTS-P2033 относится к состоянию датчика температуры газа и GT, расположенного в верхней трубе перед каталитическим нейтрализатором, его единственная цель в жизни, защитить преобразователь от повреждений из-за чрезмерного нагрева, этот код означает, что цепь имеет высокое напряжение, код P2032 это аналогичный код, который утверждает, что цепь показывает низкое напряжение, оба относятся к состоянию датчика, и коррекция одинакова для обоих, Этот код неисправности P2033 относится к банке номер 1, это сторона двигателя, которая содержит цилиндр номер 1, код неисправности P2036 в основном идентичен, однако он относится к блоку 2, датчик и GT используется в большинстве поздних моделей газовых или дизельных двигателей, это не более, чем термочувствительный резистор, который преобразует температуру выхлопа в сигнал напряжения для компьютера, он получает сигнал 5 вольт от компьютера по одному проводу, В то время как второй провод заземлен, чем выше температура выхлопных газов, тем меньше сопротивление заземления, что приводит к более высокому напряжению, наоборот, чем ниже температура, тем больше сопротивление, приводящее к более низкому напряжению, если двигатель воспринимает высокое напряжение, компьютер будет изменять время двигателя или соотношение топлива, чтобы поддерживать температуру в допустимых диапазонах в преобразователе, в дизеле и GT используется для определения времени регенерации PDF, Дизельного сажевого фильтра на основе повышения температуры, если труба без трубопровода была установлена вместе со снятием каталитического нейтрализатора, как правило, EGT не предусмотрено, или если он есть, он не будет работать правильно без противодавления, это установит код, пример датчика температуры выхлопных газов EGT. Симптомы. Загорится индикатор проверки двигателя, и компьютер установит код P2033, никакие другие симптомы не будут легко узнаваемы, потенциальные причины, причинами этого кода неисправности могут быть следующие, проверьте, нет ли ослабленных или корродированных разъемов или клемм, что часто имеет место, сломанные провода или отсутствие изоляции могут стать причиной короткого замыкания непосредственно на землю, возможно, датчик неисправен, система вытяжки выхлопных газов без установленных EGT, возможно, хотя компьютер и не вышел из строя, P2033 процедуры ремонта, поднимите автомобиль и найдите датчик. Это между выпускным коллектором и преобразователем или, в случае дизеля, перед дизельным сажевым фильтром, DPF, он отличается от датчиков кислорода тем, что это просто штекер с двумя проводами, автомобиль с турбонаддувом будет иметь датчик рядом с входом турбонагнетателя, Проверьте разъемы на наличие неисправностей, таких как коррозии или ослабленные клеммы, следуйте за косичкой до ее разъема и проверьте ее, ищите признаки отсутствия изоляции или оголенных проводов, которые могут закорачиваться на землю, Отсоедините верхний разъем и снимите датчик EGT, проверьте сопротивление амметром, исследуйте обе клеммы в разъеме, хороший EGT будет иметь около 150 Ом, если сопротивления очень мало, заменить датчик ниже 50 Ом, используйте фен или тепловую пушку и нагрейте датчик, пока смотрите ометр, сопротивление должно падать при нагревании датчика и повышаться при охлаждении, если нет, замените его, Если к этому моменту все было хорошо, включите ключ и измерьте напряжение на стороне двигателя от косички, на разъеме должно быть 5 Вольт если нет, замените компьютер, другая причина установки этого кода, замена каталитического нейтрализатора в пользу системы обратной связи, в большинстве штатов это незаконная процедура, которая наказывается крупным штрафом, если его поймают, рекомендуется проверить местные и государственные законы, касающиеся удаления этой системы, Поскольку она допускает неконтролируемые выбросы в атмосферу, это может сработать, однако каждый обязан вносить свой вклад в поддержание частоты атмосферы для будущих поколений, до тех пор, пока это не будет восстановлено, код можно сбросить, купив резистор 2,2 Ом для замены кармана в любом электронном магазине, просто утилизируйте датчик EGT и подключите резистор к электрическому разъему на стороне двигателя, оберните его лентой, и компьютер убедится, что EGT работает правильно Продолжение следует...